Линейные алгоритмы Почти не используются, то есть всегда есть что-то еще, кроме конструкции исследования. А именно нам всегда нужно рассматривать различные варианты действий. То есть логика работы программы предполагает эти разные варианты действий, которые зависят от определенных условий. В зависимости от этих условий программа или наш алгоритм будут работать по-разному. Например, в нашем примере, когда мы встаем и идем умываться утром, мы это делаем при условии, что прозвонил, например, будильник. То есть мы выполняем условия, если прозвонил будильник, то вставать. И дальше следующее наше действие. Или кого-то будут родители. Если, допустим, разбудила мама, то пора вставать. Или если на часах 15-30, то надо идти готовить домашние задания или идти на занятия какие-то другие. То есть есть масса различных условий в нашей жизни. Или, допустим, когда мы стоим на пешеходном переходе, мы ждем, когда загорится зеленый свет светофора. И выполняем условия. Если загорелся зеленый свет светофора, то мы идем. Самые разные условия. Есть условия более сложные. Если, допустим, просветофор. Если горит красный свет, то мы стоим. Иначе, если горит зеленый, то мы идем. То есть можно поставить условия внутрь условия. Когда мы работали в Scratch, то мы использовали на самом деле уже условия. Я говорила, на самом деле ты уже многое знаешь. И первое, с чем мы столкнулись, мы использовали команду «если на краю оттолкнуться». Это целая команда в Scratch. Хотя на самом деле это условия. И его можно записать с помощью специальных блоков Scratch. И мы к этому еще, возможно, обратимся. Или еще команда, которую мы изучили самой первой. Если нажат флажок зеленый. Но на самом деле там команда не «если нажат», а «когда нажат флажок». Это вроде бы относится к началу выполнения программы. Но по существу это тоже условия. И масса других условий, которые мы уже использовали в наших проектах. Например, когда Sprite нажат. Фактически, если мы щелкнули мышкой по Sprite, когда я получу сообщение. Это тоже, если пришло сообщение такого-то вида, то и так далее. То есть много таких примеров на самом деле можно привести. И в зависимости от того, сколько каких проектов ты уже создавал или изучал самостоятельно, ты можешь наверняка привести еще огромное количество примеров таких условий, которые используются в Scratch. Или в других языках программирования, если ты изучаешь другие языки программирования. Как же правильно описывается проверка условия? На самом деле уже и так почти все понятно. Первое, что мы всегда пишем на любом языке программирования, мы пишем конструкцию «если», специальное слово «если». Дальше мы описываем условия, которые мы должны проверять. И потом по ветке «то» мы описываем те действия, которые должны выполняться в том случае, если это условие будет истинным. И это условие называется логическим или булевым выражением. Как я уже сказала, от истинности этого выражения зависит, будет выполняться действие после «то» или нет. Если условие истинно, то действие будет выполняться. Если ложно, то это действие выполняться не будет. И алгоритм пойдет в другом направлении. Например, будут выполняться какие-то другие действия, которые не предполагают выполнение этого условия. Теперь рассмотрим примеры булевых выражений и то, как они описываются в Scratch. В основном это булевые выражения, которые касаются сравнения значений переменных или чисел, например. Например, это уже известные меньше, равно и больше, известные из математики. Например, мы можем сравнивать числа. Какое число меньше или больше какого, либо равны эти числа. Чтобы не быть слишком теоретиками, мы сейчас перейдем в Scratch и посмотрим примеры использования вот этих булевых выражений. И разберемся, как их правильно записывать. В качестве примера возьмем такую простую задачку. Мы будем сравнивать возраст учеников и делать потом на этом основании вывод, кто старше кого. Для этого мы заведем несколько переменных. Например, сделаем переменную возраст Саши. Саши. Ой. Не переключила шрифт. Возраст Саши. Возраст Лены, к примеру. Вот две переменные. И сейчас мы эти две переменные будем сравнивать с помощью логических выражений. Они у нас в группе команд операторы. И вот они меньше, равно и больше. Что мы можем записать? Какие логические выражения? Например, мы можем сравнить возраст Лены и возраст Саши. И таким образом в условии у нас будет булевое выражение, если возраст Лены меньше возраста Саши. То есть, если Лена, ее возраст меньше, значит, какой мы можем сделать, что Лена младше Саши. Верно? Если вдруг мы получим, что значения переменных возраст Лены и возраст Саши равны, и мы будем проверять такое условие, то мы скажем, что, допустим, они одногодки. Ну, в данном контексте, раз уж мы предполагаем, что наш Саша старше, то можно для логики, например, записать это с помощью логического выражения больше. Но здесь тогда у нас слева будет переменный возраст Саши, а справа переменный возраст Лены. То есть мы можем и так, и так записать по-разному. Ну, а для равенства мы можем тоже потом использовать какие-то либо другие переменные, либо выполнять какие-то другие условия. Мы сейчас условия не рассматриваем. Мы рассматриваем только логические выражения. С условиями мы поработаем немножко позже. Далее, для того, чтобы записать более сложные условия, нам нужны более сложные связки логические в этих самых булевых выражениях. И к таким связкам относится логическое И, или логическое умножение, или конъюнкция. И обозначается оно в Scratch вот с помощью такого более сложного блока И. Или еще по-английски во многих языках программирования пишется связка AND, что означает с английского языка как раз-таки И. И логическое сложение, или логическое или, или дизъюнкция, когда мы проверяем или, или, да, и должно быть у нас истинно или одно выражение, или другое выражение. И отрицание или не, когда мы отрицаем, то есть не должно быть истинно вот это выражение. Опять же, теоретически это, наверное, пока совсем непонятно. Еще раз закрепляем, что все это у нас в группе команд операторы. И чтобы стало более ясно, мы сейчас рассмотрим вот эти связки и И линии на нашем примере. Итак, например, если мы оперируем значениями возраста наших учеников, мы можем, к примеру, проверить такое условие. Если возраст Лены меньше, либо равен 10, то есть ей не более 10 лет, то это у нас младший школьный возраст. Ну, давай это запишем. Значит так, берем. Нам нужно, как я сказала, возраст Лены меньше или равен 10. Значит, у нас логическая связка или. Дальше. Мы сказали, что возраст меньше 10. Значит, так мы и записываем. Возраст Лены меньше 10 или возраст Лены равен 10. И если мы это булевое выражение, уже такое более сложное, ставим в конструкцию ветвления, в если, то мы сделаем вывод, что Лена относится к младшему школьному возрасту, если это условие выполнится, если булевое выражение получит значение истина. Пока оно никакого значения не получает, потому что значение мы не ввели. И, допустим, если мы его проверим, щелкнем мышкой по нему, то у нас будет true. Почему? True по-английски. Сейчас еще раз нажму. Истина означает. Потому что у нас значение переменных изначально 0 и 0. А 0 у нас меньше 10. Да, это истина. Ну, то, что он не равен 10, да. Но у нас связка или, поэтому нам достаточно, чтобы было истинно хотя бы одно выражение. В данном случае одно выражение истинно. И в результате связки или мы получили истинное значение. А вот давай проверим истинность вот этого выражения. Возраст Лены меньше возраста Саши. Мы видим, что возраст Лены и возраст Саши равны 0. То есть, если мы сравниваем, то получаем, написано по-английски false, ложь. Это действительно так, потому что возраст Лены равен возрасту Саши. Ну, давай для чистоты эксперимента. Возьмем, проверим на равенство. Щелкнем мышкой по этому блоку. И получим true, потому что у нас значения равны. Что мы можем сделать для того, чтобы поработала наша программа? Вот когда щелкаем мышкой, двойным щелчком по вот этим вот блокам, то мы получаем разный их внешний вид. И мы можем вот до такого вот варианта дойти, чтобы задавать значение. К примеру, Саше у нас 12-13 лет, а Лене подгоним под наши условия 9 лет. Давай проверим. Это булево выражение. Какое получит значение? Щелкаем мышкой. False. Почему? Потому что 13 не равно 9. Да? Ложь. Щелкаем по этому. Здесь true. Почему? Потому что 9 меньше 13. Все верно. Это проверяем. Тоже true. Потому что мы поменяли местами. Возраст Саши больше возраста Лены. И действительно, это выражение истинно. Если мы продублируем это булево выражение и поменяем местами переменные возраст Лены и возраст Саши, то на этих значениях мы получим false, ложь. Почему? Потому что возраст Лены 9, Саши 13, 9 меньше, а не больше 13. Значит, это булево выражение получает значение ложь. Давай разберемся с этим. Вот проверим сейчас. Здесь тоже у нас истина, потому что возраст Лены 9. Здесь у нас получается, истина срабатывает на уровне меньше 10. Какие еще мы можем сформулировать примеры выражений? Вот это выражение на самом деле может быть записано другим способом, более кратким. Почему? Потому что меньше либо равно 10, это не больше 10. То есть мы можем взять отрицание, выражение больше. То есть мы отрицаем, что больше, да, не больше 10. Берем возраст Лены и здесь пишем 10. И получаем, проверяем, тоже истина. То есть эти два выражения называются эквивалентными. Можно и так, и так записать. Так более кратко. И вот мы будем говорить об оптимизации программ. Профессиональные программисты, они записывают более краткие выражения. Здесь, когда выполняется программа, проверяется всего лишь два действия. Выполняется здесь 3, потому что сначала сравнивают меньше ли 10, потом равно ли 10, а потом связка или. А здесь всего лишь два. Больше 10 и отрицание. И мы получаем результат немножко быстрее. Хотя для быстрых компьютеров это все равно происходит очень-очень быстро. Ну, давай теперь возьмем какой-нибудь более сложный пример. К примеру, сделаем так, что мы сравним возраст Саши, попадает ли он в диапазон уже, допустим, если его возраст от 11 до 15, то это так называемый средний школьный возраст. Средняя школа это от 11 примерно до 15. То есть это еще не младшие, но и не старшие классы. То есть в среднем таком возрасте он находится. Давай это выражение запишем. Значит, у нас будет связка первая, главная, какая? Логическая и. То есть у нас возраст от 11 до 15. То есть и должно быть выполняться оба. Обе ветки должны принимать истинное значение, если мы хотим получить истину. Дальше что? Дальше два варианта рассуждения. Либо мы используем отрицание, либо записываем через или. Ну, давай для разнообразия, для примера возьмем одно условие, запишем вот таким вот образом, а второе вот таким. Итак, значит, мы берем связку или и проверяем, если возраст Саши больше, либо равен 11. Значит, нам нужно больше или равен. Ну, и возраст Саши мы можем здесь продублировать, чтобы не перекидываться через вкладки. Дублируем возраст Саши. Значит, больше либо равен. Я по ошибке взяла еще раз больше, надо быть аккуратнее. Либо равен 11. Вот такая получилась история. Уже, видишь, не вмещается. Мы можем уменьшить сцену, чтобы нам было удобнее работать. Это у нас первая левая часть связки и. И правую часть, как мы договорились, мы запишем через отрицание. То есть, не меньше, либо равно, а не больше. То есть, фактически получится вот почти такое выражение. Мы можем его продублировать и заменить значение. Но мы возьмем для чистоты эксперимента. Последовательно возьмем сначала отрицание. И сказали, что не больше. Возраст Саши не больше 15. То есть, возраст от 11 до 15. Вот. И это мы сказали, когда мы это булево выражение вставим в нашу конструкцию для проверки условия. То мы должны, узнав истинность, сделать вывод. Возраст Саши, если входит в этот диапазон, то это средняя школа. Но сейчас на тех значениях, которые мы ввели, возраст Саши равен 13. То есть, ему 13 лет. И понятно, что 13 входит в этот диапазон от 11 до 15. Мы можем проверить это. И действительно будет true. Если мы, допустим, возьмем и изменим значение переменной возраст Саши, который будет выходить из этого диапазона, например, 10, то истинность этого выражения станет ложь, false. Причем у нас здесь выполняется вот в связке или, если в связке или было, что истинным будет это выражение. В том случае, если истина либо одна часть, либо вторая, то в связке и надо, чтобы была истина и левая часть, и правая часть. Ну, давай попробуем привести такой пример, в котором у нас будет истинно одна часть, но ложно вторая часть. То есть, допустим, мы возьмем, сделаем возраст Саши. Это многовато. Ну, допустим, 23. У нас взрослый человек уже. Что получится? Что, если мы будем проверять, я продублирую сейчас вот это условие, возраст Саши, больше либо равен 11. То есть, на самом деле, действительно, 23 мы ввели. Больше 11. Больше. И мы получаем истина. А когда мы проверим вот это условие, не больше 15, то мы получим ложь. То есть, у нас слева истина, справа ложь. И в результате, если мы берем связку И, мы получаем тоже ложь. Поскольку нам важно, чтобы и здесь, слева, и справа была истина. Ну, надеюсь, тебе стало понятнее, что такое булевое выражение. И ты теперь сможешь их использовать в самых разных проектах. Если хочешь, можешь придумать какую-то такую игру, какой-то проект, в котором в зависимости от введенных данных по возрасту учеников будет потом какой-то персонаж их сортировать. Скажем так, говорить, кто старше, кто младше. Строить их по росту, по возрасту. Указывать, кто в каких категориях учится. Кто в младшей школе, средней, старшей. Или кто закончен школу. То есть, тут можно придумать очень интересный проект. Ну, а мы пойдем изучать следующие конструкции. Потому что только булевых выражений, естественно, нам недостаточно. Будем говорить, как записывать условия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok